Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани меча». Вот и закончился чемпионат мира, который проходил в России. Сколько эмоций, сколько положительных моментов принес этот чемпионат. Наша сборная показала, что у нас в стране есть футбол. Мы узнали нового чемпиона, мы увидели те команды, которые никогда в жизни не становились серебряными, бронзовыми призерами. Мы увидели единение болельщиков, мы увидели, насколько наша страна может принимать различные международные форумы, будь то чемпионат мира или Олимпийские игры. Да, мы распрощались с чемпионатом мира, и наша сегодня передача будет не только посвящена тем результатам, забитым мячам, которые показали команды, но и немножко поговорим о том, что дал нам этот чемпионат непосредственно для России, непосредственно для его жителей. Телефоны 541-2540 и 541-2525. Звоните, давайте пообщаемся. Ну а пока позвольте представить моих коллег, которые пришли сегодня и готовы обсудить все перипетии нашего домашнего чемпионата мира. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, как всегда, давайте вспомним сами и напомним нашим телезрителям матчи полуфинала, которые состоялись в Санкт-Петербурге и в Москве, и которые мы еще не успели обсудить в нашем эфире. Итак, Франция, Бельгия 1-0 и Англия, Хорватия 1-2. В дополнительное время хорваты оказались сильнее англичан. Ну что, многие говорили о том, что Франция и Бельгия – это скрытый финал. Ну, по крайней мере, по тем выступлениям, которые команды показали в предварительном раунде. На чьей стороне больше было слез? Франции от радости или Бельгии от разочарования? Эльдар? Скорее всего, Бельгия – разочарование. Действительно, очень хорошо играют. Очень ослаженный коллектив, который уже доказывает то, что может играть и старается играть. Но, как выяснилось, французы оказались, ну, наверное, посильнее. Где-то, наверное, даже и везение сыграло. И тренерская рука здесь. Ну, все в совокупности. Ну, больше, конечно, за… Но, опять же, скажу, забегая вперед, очень порадовался за Бельгию, когда они обыграли англичан. Вот это вот. Ну, а здесь французы, ну, повезло сильнейшим. Выиграли молодцы. И то, что чемпионами мира стали, тоже абсолютно заслужено. Абсолютно. Я, наверное, полностью соглашусь с последним тезисом, что французы действительно по праву стали чемпионами мира. Но давайте еще немножко о Франции и Бельгии. Жень, мы с тобой говорили о том, что Бельгия, да, создана команда не просто одного. Ну, как Аргентина Месси, да, как Португалия Роналду. Там есть целая плеяда поколений достойных, талантливых футболистов, да. Чего им не хватило, чтобы обыграть Францию? Действительно, я даже сказал, наверное, все-таки не хватило везения, которое было на стороне Франции. Ну, а французов мы до начала чемпионата, когда, да, мы ставили все-таки их фаворитом. Ты вообще ставил сразу на чемпионство изначально, на чемпионство Франции, да. И мы тоже пытались как-то создать интригу и говорили, что не-не-не, может быть, не Франция, но... Нет, я-то говорил, что я был в этом уверен, а вы говорили, потому что не специалисты. Ну, мы должны были быть... Зачем ты приглашаешь, если не специалисты? Ну, как же, разные точки зрения должны быть, правильно? Ну, Георгий, бельгийцам, мне кажется, немножко не повезло. Действительно, Франция, мне кажется, более мобильная и более перебегала, что ли, физически готова. Согласишься ты с коллегами о том, что Бельгии немножко не повезло? У меня, скажу честно, есть свое мнение на этот счет. У меня есть ощущение, что сборная Франции как-то сделала выводы, может быть, из чемпионата 2016 года, чемпионата Европы. И в отличие от бельгийцев, которые все матчи провели примерно в одинаковом стиле, в атакующем, красивом, действительно показали, может быть, самый красивый, самый симпатичный футбол. Влюбили в себя всех болельщиков. Но, как кто-то сказал у специалистов, что матчи выиграются нападающими, а чемпионаты выиграются защитой. Вот французы показали, что они в нужный момент могут перестроиться, сыграть более спокойно, более сдержанно, более уверенно в себе, даже в ущерб зрелища. В финале было открыто, когда мяч, грубо говоря, на пол первого тайма. Там французы показали свою другую сторону, чемпионскую, что они могут добавить. А бельгийцы в полуфинале не смогли показать что-то еще. Вот такое мое мнение. Я соглашусь полностью. Мне почему-то кажется, что бельгийцы проиграли Франции не потому, что им не повезло, что они там обстучали все штанги, что вратарь французов там какие-то невероятные следы делал, чудеса творил. Там, как говорят болельщики, герои сделали из вратаря Франции. Мне кажется, бельгийцы не подстроились под игру французов, и именно поэтому они и проиграли. Ну, у бельгийцев уже своя игра. Так же, как и у французов. Они играли, правильно, они во всех предыдущих играх играли так, как они играли всегда. То есть, ну, зачем там, да, получается, а за счет чего перестраиваться? Как тут же перестраивать? Ну, нет, абсолютно, я считаю, что нет. Они вот играли и рассчитывали на то, что действительно вот дожмут Францию, но не получилось. Некуда было перестраиваться. На что? Какую схему? Ну, давайте вспомним матч. Мы видели, французы, если надо, разжались, пошли в контрнаступление, да, у них есть достаточно сильные игроки, там, Журу может принять, придержать, Гризман может просто вот руководить всеми, да, и есть справа у них Мбапе, который может электрически убежать от любого вообще, от любого, мне кажется, футболиста на этой планете. Абсолютно. У него, по-моему, лучшие, да, скоростные качества по скорости. Ну, он, да, вот им проще как раз было перестроиться под французам, под любого другого соперника, да, это показывают, кстати, и все игры, они ни одной игры не проиграли. Говорит о том, что они полностью подстроились под каждого соперника. Ну, у них одна ничья всего лишь на турнире француза. Вот, я говорю, что они не проиграли, то есть, ага, и вот они уже смотрели, они имели в запасе, ну, как сказать, козырь, не козырь, то есть, они могли как-то что-то, чего-то, ну, в шахматы. Очень хорошая такая шахматная партия, вот, от французов. Хорошо, это мы говорим о сторонах футболистов. Естественно, тут и тренерский штаб, да, Дэшам надо дать должное. Конечно, значит. Да, тоже поставил эту игру. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем и узнаем, может быть, его точку зрения. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, 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 слушаем вас. Я вот о чем хотел сказать. Когда я посмотрел матч Хорватия и, это, как его, Аргентина, Аргентина, да? Да, да. Я сразу сказал, что Хорваты будут чемпионами. И не ошибся. Ну, почти. Потом, это еще не все. Я поставил на Хорватов и Англия. И Англия играю. Они прекрасно играют, прекрасно. Но Франции проиграли из-за мультфильдяйства. Обыкновенное рождильдяйство. Самая сильная команда – это Хорваты. Я своих слов никогда не отхожусь. Но слабее, слабее, чем Франция. Прекрасно играют, прекрасно. Спасибо. Спасибо за ваши эмоции. Я думаю, что ни один человек, который посмотрел хотя бы, не знаю, один матч на этом чемпионате мира с участием Хорватии, не скажет, что сборная Хорватии не заслужила этот выход в финал чемпионата мира. Согласитесь? Конечно. Что еще по поводу Франции и Бельгии? Я подметил одну интересную, на мой взгляд, статистический момент. Что первый раз Гризман коснулся мяча на 10-й минуте. То же самое. Азар коснулся мяча первый раз на 10-й минуте матча. То есть, все происходило, какое-то вот броуновское движение. Шахматопартия, как сказал. Да, но без каких-то либо обостряющих моментов. И мне кажется, Франция, вспомнить, как они только мяч потеряли, не шли в глубокий прессинг, как это делали те же Хорваты. Они тут же отходили, вспомнить, Жеру, Гризман, они все выстраивались на линии опорного полузащитника. То есть, это говорит, мне кажется, что тренер Диеды Шам вот такую игру этой команде поставил. Ну, естественно, это заметно было. Потому что, говорю, что Франция, это, по-моему, единственная команда, которая прошла по всему чемпионату очень ровно. Без падов каких-то. Согласен. Поэтому, я думаю, что результат законодательный. Смотрите, Италия, когда была чемпионом мира, да? Как только не ругали итальянцев. Конечно. Плохая игра. И еле-еле там на Тонникова вышли, потому что там какой-то третий результат там вмешался. Кто-то там неожиданно... Оп, Италия, чемпионы мира. Так же, как и наш телезритель, который до нас дозвонился. Ну, практически тоже чемпион мира по звонкам на телеканал Видное ТВ. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хочу как бы резюмировать. Я считаю, что хорваты проиграли не Франции, а Африке. Африка выиграла Европейских. Смотрите, там состав команды. И мигранты. Но они граждане Франции. Эта роль не играет. Мы прекрасно знаем, что эта раса, она лучше себя ведет в спорт. Спасибо. Спасибо вам большое. Но с одной, может быть, оговорочкой. А вспомните сборную... Швейцария. Нет, сборную 98-го года, кто там играл. Анри, Трезеге, Зидан. Простите, они что... Не хотелось бы именно вот этого, но они тоже являются... Не французские. Их родители, по крайней мере, да? Мигранты. Но если там уходить так глубоко, то это можно, я не знаю, со времен Наполеона уже там, генофон, то, что он там положил. Ну, согласен. Нет, то же самое, что и в Германии. Простите, посмотрите, там посмотрите, и турки там играют. И те же афроамериканцы в Германии. Совершенно верно. Это по всей Европе. В Италии там, да. С Германией один балмазил играет. Я вам больше скажу. В сборной команде России играет натурализованный россиянин. Представляете, если бы играло бы там 10 Фернандесов, какой результат мог бы быть? Мы стали бы чемпионами. Я считаю, что было бы плачевно, Жень. Это было бы в меньшей степени унизительно для нашей страны. Французов это не унижает, понимаешь? Ну, нет, давай мы не будем путать тёплой смеки. Нет, там есть разные истории. Ты не сказал, что натурализация Фернандеса со сборной Франции, это вы тоже. Да, да. Это раз. Всё-таки не надо, Жень. Франция Францией, да, как бы, а мы Россия. Страна-то побольше будет по населению-то. И не надо. Вот это крах тогда было бы не Россией называть, тогда как-нибудь по-другому, но не сборной России. Друзья, давайте не будем забывать. Может быть, вспомнить мини-футбольную сборную России? Да, где играет... Согласен, это нормально? Да, нет, стоп. Но я в том плане веду, Мбаппе родился во Франции. Он же не родился где-то там и принял гражданство Франции, да? И, то есть, все футболисты, которые играли за Францию, да, они рождены во Франции. Да, их родители эмигрировали во Францию с тех ими стран. Наверное, у нас тоже будет скоро не сгорание. Если позволишь, по поводу национальности и принадлежности государству, если человек несет код своей страны, например, российский, русский код, неважно какой национальности, если он в русской культуре живет, в русском мире, то он русский, россиянин. То же самое, как и француз Мбаппе, посмотрите на это лицо. Я даже сказал, где-то интеллигентное, умное лицо французское, как он с флагом ходил после победного матча. Это чистые французы, вне зависимости от цвета кожи. Ну, а Поль Пагба, человек, который родился во Франции, что мы его можем сказать, что он не француз? Нет, ну, мне кажется, это неправильно. Ну, мне лично кажется. А вот еще что по поводу Франции и Бельгии. Мне кажется, бельгийцы немножко не поняли, за счет чего они, или, может быть, тренерский штаб не понял, за счет чего они обыграют французов. Азар берет мяч, двух накрутил, третьего накрутил, но уже все, отдай свободную зону, там ребята будут, нет, он опять придется, упирается. То есть мне показалось, что и Дебрюин, и Азар свалились на индивидуальные действия, чего никогда не позволяла себе Франция. А это уже как раз таки, здесь зависит от тренера. Потому что Дешам, он это своим, так сказать, вложил, а, видимо, эти ребята хотели стать просто национальными героями. Вот. В индивидуальном, да, как Месси, там, к тому же, например. Но, вот это опять к тому же, что перестроиться было проще Франции, но как раз таки не Бельгии. Здесь тогда проигрыш можно считать, да, тренерской, как-то, вот именно, не настроил, не настроил. Вот и все. А скажите, вот в этих словах, да, вспомните, сколько раз Дешама ругали за то, что он форвардом сделал Жеру. Но Жеру не звезда уровня Роналда и так далее. Если бы он взял, ну, условно, там, Бензима, то мы должны понимать, что вся команда должна была играть вперед на Бензима. Как у нас сборная России играла на Дзюбу, а там уж, как говорится, как повезет. А Жеру несколько другого плана нападающий, как в ментальной стороны, так и в Игротской. И у них все получилось. Есть какая-то закономерность в этом? Как считаешь? Закономерности, безусловно, есть. Жеру такой был невидимый чемпион, если хотите. Такой человек, который по голам особо себя не проявил, но по работе... Вообще ни одного мяча не... Или больше скажу, он ни разу за чемпионат мира в створ не попал. Но его участие в чемпионстве точно не меньше, чем остальных членов команды. Я про это говорю, что Дешам ему выделил роль, да, не наконечника вот такого реального забивного, а человек, который вот в центре нападения выполнял какую-то роль... Получается тогда все вот эти наконечники, Аргентина там, да, Испания в какой-то степени, та же Португалия, получается они даже без... там, возьмем шведов с Ибрагимовичем, да, получается, что сейчас чемпионами как раз становятся те команды, которые играют командами, а не вот единичными какими-то лидерами. Совершенно. Ну, кроме, наверное, сборной России, скажем так. Мы как-то особняком вот прошли, на самом деле, да, и я думаю, что дальше мы не пройдем в Катар, там. Ну, опять же, посмотрим. Вот. У нас единственный нападающий Дзюба, да, который вот просто честь ему и хвала, браво, браво, Артем. Вот. А второй его, так сказать, там, я не знаю, наконечник, да, там, друг, там, помощник, как хотелось бы, Смолов, ну, просто я не знаю. Ну, вот. Да, 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 да. Ну, что ж, действительно, Дзюба порадовал нашу сборную. Если вы помните, он именно таким образом приветствовал главного тренера. Ну, а я приветствую вас, уважаемый наш телезритель. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Алло, алло, здравствуйте, вы забыли встречу, вы забыли встречу Бердия и Бразилия, когда их просто раздавили, раздавили их, я с наслаждением смотрел, как бразильцы говорят. Это театр, это театр, понимаете? И они должны были выиграть, это Бердия. Кто такой Бердия по сравнению с Бразилией? Как они играли? Вспомните, вспомните, мужики. Бердия, сколько там, столько, ой, я прав. И Бердия ваша, забыли вы про эту Бердию, если бы выиграла Бразилия. Они имели все шансы. Спасибо большое. Это виртуозы, это виртуозы. Спасибо, спасибо большое. С вами никто в этой студии, я думаю, не будет спорить, что Бразилия это виртуозы, и что Бельгия прошла, давайте уж говорить на чистоту, и Японию прошла в общем-то со скрипом. Со скрипом? Я не считаю, что Бельгия не считает, что со скрипом прошла. Как вы проигрываете 2-0 к 70-й минуте? И за 20 минут забить 3 мяча. Это не со скрипом? Нет. Мы разные футбол смотрели. Нет, это не со скрипом. Это говорит о том, что Япония ниже классом, чем Бельгия. И намного ниже классом. Ну что ж, давайте по этому поводу не будем спорить, а перейдем к следующему. Мы просто тем больше уже обсуждали. Да, к полуфинальному матчу Англия-Хорватия. Я, честно скажу, ставил на англичан, и мои предположения в большей степени строились на физических возможностях человека. Потому что до этого Хорватия сыграла 2 матча по 120 минут серии пенальти. Это невероятный выплеск всех эмоций, чувств. Но хорваты показали, мы даже еще, по-моему, общались и спрашивали друг друга, что кушают хорваты, что они на протяжении столько времени действительно показывали такой скоростной футбол. Футбол, где приходится прессинговать и достаточно высоко, вплоть до штрафной площади соперников. Илья, Англия-Хорватия, Англия, шикарный первый тайм, забили, владели, да, инициативой. Все там было в их руках. Что случилось с Англией во втором тайме? Ну, может быть, испугались возможного финала для себя. Такой груз. Тяжела корона чемпионская. Английская корона тяжела, оказалось. Потому что второй тайм был совсем другой. И Англия играла почему-то вдруг по какой-то причине, стала играть совсем в такой защитный, какой-то зажатый, боязливый футбол. Бездарный. Это их погубило. За что и были наказаны. А вспомните английских защитников, которые передавали мяч самому вратарю, позволяли себя накрывать, совершали какие-то абсолютно детские ошибки, которые нельзя совершать команде в полуфинале чемпионата мира. Когда защитник, условно, на нашей позиции, Марио Фернандес, несколько раз отдавал вратарю англичан мяч, он левша, и он ему несколько раз отдавал под правую ногу, мяч выносился на трибуны и так далее, естественно, теряли мяч англичане. Я не знаю, что с этой командой произошло. Либо хорваты. Хорваты внести. Мобилизируют и показали достойную игру. Ты говоришь, что, может, действительно не хватало хорватов на все 90 минут после тех двух матчей, которые шли по 120 минут, но ты не забываешь, что при положительном исходе в этих матчах 120 минут энергия возвращается быстрее. И намного, скажем так, эмоционально ты намного лучше настроен на борьбу, нежели если ты проиграл бы эти матчи какой-нибудь из них. 120 минут отыграл и проиграл, но, грубо говоря, это в другом каком-то там 120 минут. Если бы они проиграли бы. Нет, они вылетели, да, я понимаю. Я в том плане, что эмоционально они покрывали те затраты, которые распространены на столько физически. Средства оправдывают. Они выиграли, и эмоции были на высоте у них, и, естественно, они не могли играть с Англией 90 минут на равных. Я думаю, что первый тайм они как раз немножко дали себе отдохнуть, посмотрите, во что будет играть Англия. Англия действительно играла в великолепную. Дали себе немножко отдохнуть. Да, дали себе, да. Вот здесь вот Анатолинкова риск. По-другой схеме они сыграли, по-другой тактике сыграли, не лезли вперед. Англия, естественно, показала игру замечательную. Потом выключилась, включились хорваты. А я показал, что у хорватов включилась такая штука, как кураж, если хотите. То есть команда, в отличие от англичан, которые испугались, хорваты не боялись выиграть этот чемпионат. И как они дрались за каждый мяч уже просто, вот трудно сказать, на чем. За счет чего хорваты так отбегали, лишний матч в итоге они набегали на этом чемпионате. Да, лишний матч, реально лишний матч они сыграли перед финалом. До чемпионата мира мы все знали, ну практически, да, я имею в виду, ну кто, по крайней мере, увлекается футболом, знали сборную Хорватии, да. Состав. Состав, да, конечно, состав сборной Хорватии, да. И там действительно, реально сильные, сильные футболисты, да. И то, что тренеры у них там, ну по крайней мере, да, как рассказывают, там пришел за ночь, его там назначили, он прям вот, да, пришел, возглавил сборную. Смог объединить людей, которые не самые последние в футбольном мире. Можно сказать, что все-таки Хорватия, несмотря на всю свою достаточно интересную сборную, рука тренера в этом, ну может быть, не знаю, чуде хорватском присутствует? Ну тут вот, тут трудно сказать, почему, потому что тут не какие-то молодые игроки в Хорватии-то, там довольно-таки такие возрастные. И что им сказал тренер, и как их настроил, тут... А может, все делала в президенте Хорватии? Да наверняка, кстати, вот по президенту Хорватии, вот молодец, она вышла, да, вот на церемонию, не в официальном каком-то костюме, а в футболке своей страны. Вот это, ну вот это браво. Я не думаю, что, да, там, ну наш президент Владимир Владимирович тоже вышел бы, да, там, или тот же Мутко, там, ну к примеру, или президент Франции так же мог, но он этого не сделал. Вот, а опять же, и возвращаясь к тренеру, ну там, ну, они в одном случае сыграли бы. Ну начнем с того, что она прилетела на самолете вместе с обычными пассажирами. Начнем с того. Ну это несколько другое, другая история. Другая история, но это все о том говорит, что... И опять же, кто там у нас президент, ой, тренер Хорватии-то? О, Сладко Далич. Ну, он, все, тогда я просто его перепутал с Шукером, с Дабуром Шукером. Он президент Федерации футбола Хорватии. Вот, да, вот, интересно было бы посмотреть, как бы он повел бы себя вот на месте тренера, на самом деле, потому что игрок он был такой очень выдающийся, хороший. Да, интересный. Да, интересный. Нет, ну это и про это поколение хорватов, можно сказать, абсолютно точно. Модрича, да, Ракитич, Манжукича, Перешича и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Игнашевич. Знаете, чем Хорватия отличалась от всех команд, и даже, да, некоторой степени от сборной Франции? Такая-то была семья. Во-первых, хорваты очень любят целоваться, может быть, вы заметили. Это мы будем говорить, когда финал выйдет. Я был на игре самой первой хорватии с Нигерией, когда они одержали победу, и они, несмотря на заграждение всех стюардов, которые не давали пройти к своей трибуне, а в Калининграде хорватов было порядка 20 тысяч, потому что им достаточно было недалеко до туда доехать, большинство фанатов вообще на машинах приехало туда. И как команда просто обнималась, друг с другом пела, общалась после матча. И так после всех игр, и президент, и тренер, игроки, когда Эршукер общался с Модричем, тем же самым все видели. Просто приятно было посмотреть, просто большое удовольствие от этой команды. Ну вот видишь, ты вживую видел игру сборной Хорватии. Как я иногда говорю, я вживую видел игру Месси. Это жаль, как я видел вживую, получается, трех полуфиналистов из четырех, и обоих финалистов я видел вживую на этом чемпионате мира. Это кого? Францию, Англию и Хорватию, соответственно. Вот так вот. Ну что ж, естественно, о сборной Хорватии мы еще поговорим, потому что они сыграли в финале с французами. Ну а сейчас давайте переходим к следующему матчу, матч за третье место. Я думаю, что многие наши болельщики знают о том, что на чемпионате Европы не проводится матч за третье место. Ну а на чемпионате мира этот матч проводится. И такой утешительный финал, да, Бельгия-Англия со счетом 2-0. Бельгийцы победили. И мне кажется, абсолютно по праву. Согласен. Да? Потому что мне показалось даже с какой-то легкостью. Либо англичане не хотели, не хотели играть. Легкость, очень, на тематике всегда такие легкие и получаются. Потому что как-то, ну все уже сыграно. Это, скажем так, деревянные медали, да, называлось. Деревянная четвертая медали, да, по-моему. Бродзово третья, а деревянная четвертая. Поэтому англичанам либо было первое брать, либо третье место. Какой вообще-то. Ой, как хорошо нам говорить. Это то же самое, если мы говорили в сборной России. Ну да, либо первое брать, потому что в домашнем чемпионате. А сейчас мы начинаем говорить, что Россия заняла пятое место, да? Да, сейчас мы говорим, что Россия заняла пятое место на чемпионате. Если вот так на рангах брать. Смотрите, помните историю, когда мы проиграли хорватам, да, в серии пенальти. Опять-таки мы на прошлой передаче говорили, что были в нашей команде люди, которые не сделали ровно счета ничего для победы, можно сказать. И многие говорили, о, если бы обыграли мы Хорватию, уж такую бы Англию, мы бы, как говорится, одной ногой бы сделали. Но мне кажется, Англия не соглашусь. И я не соглашусь. Второй раз такого бы в истории не случилось бы. Ну, они бы просто тут уже не знали. Там другая Англия была бы, хочу тебе сказать. Да, Жень, понимаешь, тут само имя стран, да, то есть Россия. Они бы, да ну, не позволили. Ну, ты не забывай, что у нас 12-й игрок был сумасшедший. Я уверен, что сбор на Россию поборолелся. Да, вот что касается 12-х игроков, да, так скажем. Ты хочешь дай мне графин и волк, да. Это вообще, это просто вот эти люди, которые... Я просто сравниваю тех вот этих вот болельщиков эмоциональных, которые действительно гнали. 2008 год, когда все там по торсу там, да, как-то гнали. И я сравниваю вот этих вот жующих. Ну, это, а, это просто, ну, ребята, что это? Я понимаю, это все там калорийно, как-то вот эти все там кокошники. Или калорийно. Да, и калорийно все тут. Вот ты расскажи мне. Больше половины фанатов нормальных. Не пошли. Подожди ты, что-то опять вот это самое-то. Им не дали паспорт болельщика. Их просто заблокировали. Но вот эти, которые выбежали, непонятно кто, им почему-то дали. А моим знакомым, хорошим, которые действительно и за клуб поддерживают со всеми, да, и сборную тоже так же. Им почему-то не дали. Значит, не нужна сборная России такая поддержка? Вот это уже другой совершенно вопрос. То есть, правильно. Знаешь, как говорится, Жень, вот давно еще было сказано, из хулиганов фанаты, из фанатов в болельщики. Из болельщиков в обычных клиентов. Вот и все. Я понял, что, еще хочу поднять тему, такую вот видеоповторы вот этого, да. Я понял, что вот посмотрев матч Испании-Марокко, вот это когда засчитали все-таки, я понял, что футбол, все, убили вот этими повторами. Теперь будет определяться вот по этому вот этому дурацкому монитору. Вот и все. Футбол убит. К классике футбола была... А сколько матчей было проиграно на последних минутах из-за ошибки? И что? Рука Бога? Тоже вспомните, тоже ошибка. А если бы тогда посмотрели... Не было, значит, чемпионов Аргентины. Ага, и не было бы... Она есть. И давай вспоминать, если бы играли бы Англия и Аргентина, это было бы, я не знаю, это было бы просто гром среди ясного неба игра была бы. Не на жизнь, а на смерть. И это все благодаря тому, что не было видеоповторов. А сколько сейчас пенальти назначили? И что? Сколько не назначили? Тоже Марокко-Испания. Засчитали ведь испанцы? Как смотрели... Как я смотрел на Марокко, как их поддерживали болельщики песнями. Я обалдел. Не, Марокко, да. У нас даже... Я обалдел. Кирилл ездил на матч с Марокко. Это просто супер. И Испания бы отправилась домой. И вот это было бы... Но посмотрев повтор, конечно, засчитали, не могли. А почему? Да потому что. Это вот мое личное мнение. Футбол убит. И то же самое с болельщиками. Я не считаю. Мне нравятся вот эти повторы. Это знаешь, Жень, вот на секундочку, да? Мне обидно за те команды, которые правильно играют, с правильным положением забивают, а им не засчитывают. Сколько, скажем так, в моей команде засчитывали неправильных мячей? Любой команде так. Нет. Я говорю, что... И наши неправильные. Наши неправильные тоже засчитывали, Жень. Если уж положа руку на сердце... Ну, наших больше не засчитывали. Ну, это не честно. Ну, ладно. Мы тут, да, с Ильей со стороны понаплетались за вашими разногласиями. Определенные опасения есть, действительно. Чтобы не превратился футбол в навес и в штрафной, а там что-нибудь, там рука какая-нибудь. К сожалению, уже. Вот еще секундочку. Хоккей. Каждая вторая шайба просматривается. Волейбол. Бегут смотреть. Все, нет. Кстати, футбол ты отличал от всех видов спорта. Вот, в том-то все и дело, что все-таки... И даже вот, ну, зря отменили гимн Лиги Чемпионов, вот это, да, Квиновская. Ну, вот это, ребята, ну, каких-то пиратов включили. Ну, что это, ну... Ну, значит, продюсеры этого там... Да, хорошо там взрывшую. Закрутили всю эту историю. По поводу видеоповторов. Мне кажется, что сейчас судьи, судьи перестанут готовиться к матчу, так как они это делали на протяжении там 100 лет, которые существуют в футболе. Ну, ребята, у вас еще боковые же есть. За воротами есть. За воротами сейчас уже нет. Ну, как же... Так лучше пусть ведут их, чем опять. Они тоже ничего не решают там. Тоже ошибаются. Они тоже ничего не решают это. Сейчас вот мяч пересек, видно, что он пересек. Давайте дроны запускать, пусть они и судят. Вот так вот тогда. Ну, давай к этому дойдем. Ну, может быть, и выход... Хорошо. Два судьи. Да нет, на каждом... На каждой половине, да. Ну, как можно, как вариант. Вот это может, как в мотоболе. Ну, да. Как в мотоболе. Может быть, действительно... Там тоже скоростной. Даже больше, чем... Да, да. Можно еще к студии вопросов по поводу видеоповторов. Нет ли ощущения, что все-таки иногда решения принимались странные. Даже просматриваются. Да, да, где-то. Например, в матче Аргентина-Нигерия. Вот в упивающий момент, когда нигерицы мне дали второй пенальти за руку аргентинского защитника. Не, ну, может быть. Опять-таки, мы сейчас переходим... Отдал бы судей, да, не посмотря там вот опять же так вот... К финалу переходим. Да, там же тоже пенальти, который вызвал некоторые... Да, да. Сомнение. И все вопросы к судейству. Да, к тому же Пике, который, как таковой, рукой-то он не играл. Да, у него рука была в неестественном положении, да. Но рукой-то игры рукой, как таковой, не было. Мяч-то прилетел, а после удара Дзюбы ему в руку. Ну что ж, давайте, давайте переходим мы к финалу чемпионата мира. Франция, Хорватия. Да, уже перед началом турнира я сказал, что буду болеть и переживать финальный матч за Францию. Да, что, в общем-то, они и оправдали. Чуть раньше я сказал о том, что ставил на Англию в том плане, что Хорватов может не хватить, сыгравшие команды, которые сыграли 120 минут два предыдущих матча. И вот именно эту теорию подтвердил, как мне лично кажется, финал. Не хватило у Хорватов сил сыграть после 320 минут. Или я ошибаюсь? Да, всего хватило. Хорватов, просто Франция чемпион мира. И все. Самая сильная команда чемпионата. Заслуга тренера все-таки. Я считаю, что как раз таки они и перестроились. Они и перестроились, французы. Играли. Ну, мне, честно говоря, не понравился счет. Вот 4-2 для финала как-то. Хотите, я как любитель статистики скажу, что последний раз шесть мячей в финале чемпионата мира забивалось в каком году? В 1938 году. Можете себе представить? В 1938 году. Тогда, когда Германия последний раз выходила, а не выходила из группы, получается? Да, да, да. В 1938 году последний раз забивались шесть мячей в финале чемпионата мира. Не по финалу. Единственный раз в финале, когда был забит автогол мальчик. Вот, вот. Поэтому мы и говорим, что скорость-то игры в футбол возросла. Поэтому и видео-повторы нужные. Хорошо. Давайте поговорим об этом матче. Действительно, я не могу сказать о том, что этот финал был каким-то непредсказуемым. На мой взгляд, 80% болельщиков во всем мире. Хотели, или, может быть, не хотели, а переживали, да? Или были уверены, скажем тогда, в победе Франции, что, в общем-то, и произошло. Но и у Хорватии тоже, естественно, были свои болельщики, которые верили и надеялись, что их команда, их сборная станет чемпионом мира. И мы об этом говорили, что как бы хотелось, чтобы у нас в России стала, да, команда стала новой командой чемпионом мира. Но не случилось. Сказать будет, да, согласен. Но не случилось. Жень, умерла Хорватия в физическом плане? Или все-таки ты не поддерживаешь мою теорию? В физическом плане? Да нет, наверное, не поддержу. Но в физическом плане все-таки французы к финалу, да, были, мне кажется, более интересны. Хорватам, конечно, очень не повезло. Может быть, волнение какое-то, потому что... А два мяча таких достаточно левых. Левых, дуральщики, дуральщики, можно и так рассказать. Конечно, не повезло, но то, что французы действительно хороши. По праву. По праву. Однозначно по праву французы стали. Но жалко. Болел за Хорват, переживал за Хорват. Несмотря на всякие там... Нет, нет. Несмотря на что... Высказки какие-то дурацкие вот эти вот... Переживал за Хорват, болел. Действительно не красили как бы все равно эту историю, да. Ну, просто не надо. У них там своя политика. И они в нашу кухню не лезут. И вообще политика эта... Ну, и футболом смешиваются. Да, зачем лезть с высказами и согласен. Мы смотрим игру, да, как люди играют в футбол, они живут этим. У них для них это, она не знаю, религия там, у них президент, он прилетает с болельщиками в футболке, там, ну, здесь они обнимаются, целуются. У них, да, это, ну, поэтому тут абсолютно... Даже, например, даже небеса заплакали. Конечно. В конце уже просто так заплакали, зарыдали они. Давайте, давайте вот еще какой момент вспомним, да, по поводу, говорить, Хорватия обнимается президент. Я так немножко забегая вперед, вспомните, да, награждение, когда уже проводили официальные лица, и президент Хорватии, красивая женщина, обняла, ну, всех участников церемонии награждения. И свою сборную, и французскую, и судейскую бригаду, и, не знаю, может быть, за кадром еще и нашего президента наверняка. Ну, она там и в камеру потом сказала, поблагодарила Россию, причем с болельщиками, она стоит, вот, и действительно поблагодарила Россию за проведение, и болельщики Хорватии с баннером, да, вот, они и по центру прошли, и на матче были. Ну, действительно, ну, ну, молодец она. Она действительно вот болела за своих, и поддерживала их всячески. Она показала, что она вот именно с командой, она именно с болельщиками. Это как, действительно, как большая одна такая семья. А то, что она обняла там всех, ну, честь ей и хвала, Я соглашусь, учитывая, какой дождь пошел, и футболисты, которые 90 минут отбегали, и она, в общем-то, стояла беззанта, и то есть никуда там ничего. И потом уже и прическа поплыла, и она так уже причесывалась, что называется, лишь бы как бы. Давайте отметим какую тенденцию. Хорошо или плохо, что Франция стала чемпионом, а не Хорватия? Для развития футбола, для, я не знаю, отношений России. Наверное, это все придет немножко попозже, когда все переосмыслится, устаканится, вот этот праздник закончится, футбол, потому что сейчас уже приходишь домой, и вроде бы уже и делать-то нечего. Раньше включил телевизор, да, и обязательно идет футбол, и смотришь, получаешь удовольствие, а сейчас вот какая-то прям пустота, вот хочется эту пустоту немножко. Даже, кстати, вот награждение я смотрел, вот сравнивая даже другие, да, там, того же 98-го года, да, там, ну, я был и помоложе, ну, как-то более, не знаю, то ли искренне, что ли все радовались, а здесь как-то... А может быть потому, что все прекрасно понимали, что Франция идет к чемпионству, и никто ей не... И эта ожидаемость и не позволила сыграть вот этим эмоциям, когда на последних секундах забиваются мячи, там что-то как-то творится, и когда все, финальный свисток, и... Французы понимали уже за полчаса до окончания игры, что они чемпионы. А это опять же счет, 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 все, тогда, да, если действительно там... Да, вот это было бы, понимаете, там, Баджо промахивался, грубо говоря, да, вот это просто взрыв эмоций, там рыдали бы все, а тут уже, конечно, все понимали, что, ну, куда там, ну, выпускать там... Ну, грубо говоря, за полчаса уже было известно, что там... Конечно, конечно, конечно. Пенальти, да, вот тогда бы, действительно, там, Лужники бы, ну, все бы там, и Франция там взросла, и в Хорватии, мне кажется, там было бы пенальти, вот это было бы... Согласен, согласен. Давайте еще вот о чем поговорим, да, французы чемпионы, французы чемпионы мира, и этот факт уже свершившийся, и теперь на 23 человека в нашем мире прибавилось людей, которые могут прикоснуться к Кубку мира, да, имеют на это полное право и полное основание. Мне хотелось бы поговорить немножко о России, что Россия в итоге, как сборная, подчеркнет для себя из этого чемпионата мира? Ну, мое мнение, надеюсь... Мы выйдем на Европу 20-го года? Поживем, посмотрим, как говорится, потому что у нас сколько игроков завершили карьеру, да, а вместо... Ну, все равно, ну, извините, Игнашевич... И это все три футболиста основного состава? Конечно, давай, Жень, другие, вот назовешь защитников, которые так же отыграли, как он. Ну, давай, подожди, сейчас не чемпионаты, не подготовка к чемпионату Европы. Да, ну, опять же, я вот смотри, к 20-му году надо будет набрать состав практически, ну, обновить. Ну, слушай, мы с 8-го года-то толком-то ничего не набрали, а ты хочешь за два года? Ну, только если Игорь останется, вот, вот, на подспорье. На твой взгляд, что Россия для себя впитает с этим чемпионатом мира? Именно сборная, я имею в виду, пока сборная. Сборная, пока сборная, ты скажешь. Сборная впитает в себя, может быть, как она должна играть, как хотелось бы стране, чтобы она играла, как она себя вела. Может быть, вот это поменяется. Потому что сборная футбольная все-таки приносила много разочарований болельщикам, именно сборная команда, именно футболь. А может быть, как раз она и вот этот дух победный, да, может быть, он тоже сохранит, надеемся, по крайней мере, на те, скажем так, часть, с которой будет он выступать, за Европа. Мне очень хочется надеяться, что... Волна. Волна, которая, да, поднялась по результатам, да, игр сборной России, вот, чтобы она и дальше катилась, а только набирала ход. Я еще дополню, как говорится, я вот останусь пессимистом. Почему? Потому что быть пессимистом потрясающе. Ты либо прав, либо приятно удивлен. Да, то есть вот... И тогда я понять не могу, почему после бронзовой Европы... Опять же, вот, волна пошла более молодожи, не попали никуда. Уроков мы опять не извлекли. Опять же, мы вызываем, ну, Сережа Игнашевич, прийди, помоги, защита, спаси. Вот как-то не знаю. Я, конечно, верю, буду верить, но пессимизм не проходит. Давайте, а теперь вопрос о нашей стране. Было построено огромное количество стадионов, огромное количество тренировочных баз, зон отдыха, аэропорты, гостиницы. Как теперь это все использовать, назову одним словом, умно? Я вот... Ну, нельзя, конечно, так говорить, но я чутка сожалею, что дорога, вот, в Волгограде, да, которая все-таки неделькой-другой раньше-то не уплыла. Да, из-под ног, так сказать, гуляющих-то, вот тогда бы было бы, а сейчас уже, после нас, так сказать, потоп, в буквальном смысле. В буквальном смысле произошло. Вот, чутка недельки, когда там еще играли, вот это была бы совсем другая история, как говорится. Тогда, с другой стороны, и страна бы показала, что не все сделано на должном уровне, да, и построено потемки скандерей. Действительно, если здесь разбираться, пускай разбирается там следственный комитет или еще что-то в этом роде, почему произошло такое. Я думаю, что это произошло по одной простой причине, потому что не было выведены сточные воды. Ну, это мы сейчас уже... Да, это мы уже предполагаем, что не сделали. Но, я в большей степени говорю, как, да, не конкретные детали, да, Волгоград, да, Нижний Новгород, тоже там проблемы выявились. А вот конкретно для нашей страны, что дал этот чемпионат, помимо того, что вот аэропорты, гостиницы... Ну, опять же, смотря для чего будут использоваться эти стадионы, которые, допустим, в Саранске, кто там будет. Вот мы до передачи, да, разговаривали, сколько стоит аренда обслуживания и аренда стадионов, это очень большие деньги. А поскольку в стране особо денег-то нет, вот, как регионы будут, я говорю, что обслуживание сколько стадионов стоит, месяц, миллион месяц, да, или сколько? Ну, да, да, и то 20 спорт каких-то. Да, это просто обслуживание только, это не говоря об игре, об игре, наверное, если там уже играть, со светом, с приглашением ЧОП, который будет охранять, и просто Сварда, я думаю, что это миллионов восемь будет стоить одна игра, ну, пять-восемь миллионов, это уже городу, может, не потянет. Мне хочется надеяться, что этот чемпионат мира, который наша страна получила семь лет назад, научил нас относиться к тем объектам, которые построены, будь то Сочинская Олимпиада, да, которые, надо дать, должны используются, все объекты, именно Сочинская Олимпиада, они используются, используются по назначению, развиваются, то есть не разваливаются. Вот мне хочется также, чтобы после чемпионата мира на наши стадионы ходили зрители, болельщики, играли команды. Появлялись команды в тех городах, где нету, да? Совершенно верно. И чтобы они играли так, как играет сборная, ибо от игры команды зависит и количество, и качество болельщиков. Ну что ж, друзья мои, спасибо огромное, что весь чемпионат вы были вместе с нами. Программа «Все грани мяча» уходит в небольшой отпуск. Ждем, когда наши футболисты выйдут снова на футбольные поля. Ну а пока еще раз благодарим сборную команду России за те удивительные минуты, которые мы получили, наслаждаясь результатом, который показала наша команда. Ну и хочется сказать, действительно, нашей большой стране Россия. Мы справились, мы провели один из лучших чемпионатов мира, которые были. Пока болеем за своих. Счастливо. До свидания. Счастливо.